Моей дочкой звали Рейда. Так и зовут. Доча, когда он просто сказал, ну вообще мне было приятно, что он мой имя вспомнил. То есть вы сказали, все, мам, я хочу найти папу. Если где-то у меня было одно крыло в виде мамы, то сейчас у меня два крыла. Какой бы он ни был, это папа. И только нам уже потом решать, будем мы общаться, не будем. А что вы скажете отцам, которые смотрят сейчас это интервью? Просто прийдите к своему ребенку, и достаточно его обнять, поцеловать и сказать, я у тебя есть. Вы что будете? Я, наверное, айсти буду. Айсти? У вас персиково есть? Айсти есть. Какой? Гибискарш. Давайте. Так, я буду капучино, капучино маленький. Такая маленькая в жизни. Вы узнали Лейлу? Вы не видели ее видео в инстаграм? Ты где, доча? В Алма-Ате. Я тоже в Алма-Ате. Можем попозже увидеться. Все, скажешь, куда скажешь, я продвиженочку. Хорошо. Это твой телефон, да? Да. А ты откуда узнала? Ну вот, начала искать, нашла. Ну вот, в чем? Как, Рустам? Хорошо. Ну, да, че? Ну, папа. Сейчас, сейчас куда подъехать можно? А, где-то, наверное, в 9 часов мы можем встретиться? Ну, а сколько скажешь, я буду. Или день где-то скажешь. Хорошо, мы с Рустамом приедем. Все, понял. Угу, все. Давай. Давайте. Давай. Плачет. Плачет. 7 миллионов человек посмотрела. Да, у меня здесь таксисты. Сколько раз я ездила, приезжала. Все таксисты прямо так смотрят в зеркало, смотрят. И в конечном итоге поворачиваются так. Вы не Лейла? Я говорю, да. И они говорят, я плакала. Это видео вы записывали для кого? Для мамы. Ну, я хотела поделиться эмоциями первыми. То есть, чтобы она услышала. Ну, и для себя, потому что я не знала, какой будет итог. Может быть, он откажет. Может быть, бросит трубку. Я думаю, запишу просто для себя. И я сама не ожидала. Я думаю, то, что оно вышло на 7 миллионов, так должно было быть. То есть, это какой-то знак свыше, чтобы много людей услышали об этом и как-то смогли это принять, проработать. Лейла, а почему вы решили дать мне интервью? Вы знаете, когда вот видео залетело на 7 миллионов просмотров, у меня просили интервью ранее. И я не задумывалась об этом и сказала, если давать интервью, то только Динари Саджа. И помощница у меня сказала, это можно организовать. Слушайте, ну супер. Ну, я вот, честно говоря, когда впервые увидела это видео в Инстаграм, оно меня тронуло, я досмотрела его до конца. Мне стало интересно, кто вы. Я пролистала Инстаграм, увидела, что у вас есть супруг, дети. Ну и поняла, что история настоящая. И, видимо, где-то я вам отправила свой привет. Да. И вы его тоже услышали, потому что мы как раз с командой сидели и думали, кого пригласить на интервью. Звезды сошлись. Да, звезды сошлись. Путь к папе начался, я так понимаю, относительно недавно. Да, я его вот буквально как начала искать. Ровно через два дня я его нашла. Всю жизнь вы, получается, жили в одном городе где-то рядом. Последние, как я поняла, 8 лет он проживал здесь, в Алма-Ате, а до этого он был в Шемкенте. Получается, у мужа есть знакомые, друзья, которые могут... КДшники. Ну, что-то наподобие. КДшники. Да, и они пробили все данные, как бы его адрес, его адрес прописки. Сначала у нас был только адрес прописки, поэтому мы поехали сразу, и там его не оказалось. То есть, когда мы приехали на этот адрес, там выходили люди, одни, вторые, это было так волнительно. То есть, каждый раз, каждый день. Но вы всегда сидели в машине, да? Да. Вы ждали. Я сидела в машине. У меня было волнение, потому что мне казалось, вдруг он не захочет, или вдруг, ну, честно скажу, боялась, что вдруг какой-нибудь наркоман, или там еще что-то. Но даже это не было связано с какими-то рассказами. Это просто уже мое какое-то воображение, да, разыгралось, потому что когда ехали, была ночь, и мне было немножко прям, ну, жутковато все это. И как будто вдруг, вдруг это, вдруг то. Ну, в общем, мне казалось, что мало ли. Поэтому я говорю, давай ты сам. Ты сам сходишь, посмотришь на него, потом подойдешь мне скажешь. Вчера мой муж нашел адрес, где прописан папа, причем он прописался здесь не так давно, и вполне возможно, то есть он, насколько я знаю, не в этом городе раньше жил, а сейчас он здесь, возможно. И мы сегодня поедем, поедем, посмотрим. Может, просто прописка там, но, возможно, там его знают о нем. Я вообще думала, что он умер. Ну, так говорили, поговаривали, да, в семье. Все, Рахмед, перепутали. Я хотела его найти, пока он жив, потому что до этого я не задумывалась об этом. И недавно поняла, что могу просто не успеть. И как бы мама говорила, что, скорее всего, его нет в живых. Поэтому мы его особо и не искали, но еще обиды были сильные. А вот недавно я прям прочувствовала, что он жив. Мне прям показалось так. И как будто бы я видела его прям. Ну, в плане, я видела картину, как мы стоим и обнимаемся. И это дало мне силы пойти искать его. Ну, путь к отцу, он же начался наверняка гораздо раньше, когда вы начали ходить к психологам, да, прорабатывать свои детские обиды. Вы писали об этом в Инстаграм, что когда вы проработали все обиды, да, вот этот груз обид, бросили с плеча. И тогда возникло желание, потому что я знаю, что вы в 13 лет сменили фамилию, да, убрали отчество, выпубликовали в Инстаграм, ну, в свое удостоверение, где его. Просто нет вашего отчета. Да. Это такой протест, но на самом деле и протест, и желание. Да, это такая скрытая боль. То есть даже посмотреть на удостоверение, где у всех три строки, а у тебя пусто. Это даже очень сильно отображает твою пустоту внутри. И как бы, когда я поняла, что все, я готова его принять, я начала искать. Ну, то есть я уже проработала это все и только потом начала искать, потому что не проработав, я бы не смогла его принять. Как бы, услышав то, что тебя не искали, там, тебя не хотели, да, и как ты можешь дальше общаться. То есть вот эти обиды, они будут сжирать себя каждый день. А мне, например, нормально было. Я его встретила, и мне не нужно было знать, почему меня не ищут. Я думаю, что все-таки ваш отец вас хотел, потому что ваш старший брат родился, да, затем ваши родители развелись, когда вам было три года, да. Есть фотография, очень даже такая добрая, семейная, где вы с папой гуляете зимой, да. Вот если вернуться в ваше детство, вспомнить маленькую Лейлу, что она испытывала, когда в детский сад, в школу приходили папы другие, и вы понимали, что, ну, как бы, у вас нет папы. Ну, именно в это время было очень тяжело, потому что, особенно, когда, допустим, дома какие-то, какая-то ругань происходит, например, там, ну, как обычно, мама что-то скажет, там, это неправильно, это не так, и хочется кому-то побежать, то есть кому-то нажаловаться, а некому. И особенно, когда я видела, что у других семей по-другому, и они бежали к папе, и папа, там, добрый, все разрешал, там, как-то хвалил своего ребенка, конечно, было тяжело. Хотелось, ну, хотелось этой любви. Часто вот испытывали вот эту пустоту? Именно триггерный момент, это когда забирали папы своих дочек, и они прям к ним бежали, я помню, то есть прям бежали и прыгали на руки, вот это было, да. Вам тоже хотелось этого? Да, мне хотелось этого, ну, то есть ты же не побежишь на маму так, и на шею не запрыгнешь, и поэтому, да, этого хотелось. Ну, вы пришли к тому, к чему так долго шли, да, вы услышали долгожданную дочу? Да, я услышала. Спустя 25 лет. Да, вообще, знаете, эти слова дорогого стоят, на самом деле, я даже не думала, как сильно это скажется на моей жизни, потому что, когда я услышала эти слова, я почувствовала себя прям полноценным человеком, и все. И меня уже было не остановить, не знаю, как-то все сферы жизни стали подтягиваться, стали лучше, и деньги, и в семье, и вообще, ну, все абсолютно. И признание, и успех, и самореализация как-то. И так до этого все было хорошо, но оно было, знаете, через такие тернии, то есть нужно было стараться очень сильно. Конечно, труд — это неотъемлемая часть жизни, но когда труд, он немного такой, знаете, тяжелый, вот всегда было так. Особенно, когда я сменила фамилию, особенно, когда я убрала отчество, путь начался такой достигаторства через тяжкий труд. Вот, то есть чем бы я ни занималась, мне приходилось прям вот насильно это делать. Расскажите, как вы жили без отца? Мы жили нормально, ну, то есть все было прекрасно, потому что у меня мама... То есть не было таких прям трудностей, чтобы оставались без денег или там мама без работы? Ну, вы видели, что маме все-таки было непросто, да? Да, вот это тяжело, когда ты видишь, что маме сложно, в любом случае она же одна, и ей приходилось тянуть нас двоих, ей было сложно. Но у мамы, у нас очень такая сильная женщина, и поэтому она нас запросто подняла. Мы с братом и в Англии учились, и у нас все было. Прям полноценно учились? Ну, мы ездили на летние каникулы два раза. То есть мы улетали, там и в Турцию ездили. Не было таких тягостных моментов, не было. Но ей было тяжело, я видела это. Это в любом случае остается в подсознании. И может быть, поэтому мне казалось, что мой путь тоже должен быть каким-то таким сложным. Сложным, да. Потому что именно какие-то вот дни, где видишь слезы, хотя даже под закрытой дверью, но они остаются глубоко. Ваш отец не платил алиментов, он не помогал никогда, да? Нет. Он просто вот исчез, знаете. А эта тема была табу? То есть вы ее поднимали, спрашивали у мамы, где мой папа, почему вы развелись, почему мы с ним не общаемся? В детстве, да. Когда мне было, когда он только ушел, я постоянно спрашивала. Я даже в три года начала молиться. То есть я прям сиделась на колени, и мне никто не показывал, как это делать. А я сиделась и молилась каждый день на протяжении, наверное, двух лет. До пяти лет я молилась. Чтобы папа вернулся? Я хотела, чтобы папа вернулся, потому что до трех он проводил со мной всегда время. Он меня кормил с ложки, он меня там мыл и так далее. То есть это все делал папа. Это он кто рассказывал? Мама. Мама рассказывала, но я что-то помню. Такие вот какие-то фрагменты, они остались. Вначале нам говорили, что он уехал на заработки, потому что, ну, как бы она, видимо, не могла сказать реальную причину, и это не имело места быть, так как мы совсем маленькие. Если, допустим, сейчас можно с нами открыто поговорить обо всем, то в то время, как можно сказать ребенку что-то объяснять, когда тебе три? Я только научилась, в принципе, что-то говорить, да. И здесь мама просто сказала, что он уехал на заработки и скоро вернется. А время шло, и он не возвращался. Но он был не на заработках? Нет. Он, его посадили? Ну, если честно, я такое слышала, но не могу уверять, потому что я у папы не спрашивала. Вот они с братом обсуждали это все бурно, я так просто рядом сидела, слушала. Мама хотела, наверное, как-то вас оградить, да, от этих переживаний. Да. Потому что если бы там, ну, все равно маленькому ребенку это объяснять, это сложно. Да. То есть гораздо проще было сказать, что его нет, он исчез. И в принципе, вы так спокойно жили до какого возраста? В какой момент уже во взрослой жизни вы пришли к маме и сказали, мам, все-таки я не могу, я хочу эту тему снова поднять и, как говорится, гештальт закрыт. Вы знаете, даже не к маме, когда я вышла замуж, я хотела, чтобы я каждый день прям думала, вот если бы у меня был папа, он бы меня защищал. То есть, получается, мы с мужем очень рано поженились и первый год мы там ругались постоянно, хотя вот какие-то моменты прям великое счастье, вот эти улыбки, все как картинки, но в какой-то вот раз и все прям, ну, как бы ругань, да, она там идет два-три дня, я кажется, все, вообще, ну, я была молодая и очень сильно эмоциональна, поэтому тогда мне казалось, там, любая ругань, все, это просто что-то сверхъестественное, надо либо заканчивать отношения, или вообще у нас все плохо, и здесь у меня ненароком вспоминался папа, то есть я вот, допустим, когда плакала в комнате, у меня раз там папа, вот так вот и как бы картина выходит, что вот если был бы папа, допустим, супруг бы не смог мне сказать, наверное, там, что вот я пошел гулять, то есть он бы, наверное, так бы не смог меня обижать, вот, а, наверное, потом я проработала и поняла, что вообще ничего страшного мой супруг не делал, то есть если хотел куда-то идти там с друзьями, это нормально, это просто... просто молодой. Да, просто я что-то там себе напридумывала, что так нельзя. Возвращаясь к разговору с мамой, когда вы приняли решение, это произошло в этом году, то есть вы сказали, все, мам, я хочу найти папу. Да, и сначала ее это смутило, то есть она спросила, а зачем, почему ты так хочешь? Я сказала, нет, наверное, его нет живых, потому что если бы он был бы все-таки жив, он будет вас уже давно нашел. И как бы я бы не сказала, что она отговаривала меня от этого, но почему-то много лет прям было твердое мнение, что его нет живых, потому что ему сейчас уже на сегодняшний день 62 года, и казалось, что, наверное, обычно же как, чем старше, тем тебя тянет к детям, там, к внукам увидеть, чтобы кто-то как старости, там, стакан воды подал, да, и все говорили, что если бы он был жив, он бы вас нашел, потому что он нас так сильно любил, и вот это я все слушала и думаю, ну да, наверное, наверное, его нет живых. Но я говорю, в этом году я четко увидела картину, что он жив, я его прям почувствовала сердцем, я честно не знаю, как это произошло, просто я почувствовала только в этом году, ранее я ничего не чувствовала, у меня, ну, у меня закрыто было, то есть я прям перекрывалась полностью от этого, и года три назад я начала прорабатывать все это в себе, опять же, да, потому что сейчас очень много всяких коучей, трансформаторов, и я ходила на все курсы, я не ходила к психологам, потому что мне кажется, когда ты хочешь к психологу, ему выгодно, чтобы тебе было плохо, да, чтобы постоянно там… То есть вы обучаясь, исцеляли себя, да? Да. Через обучение. Да, и тогда ты это проносишь вот прям через себя, то есть тебе не нужно приходить и рассказывать свои проблемы, тебя никто слушать не будет, то есть вот трансформаторам, коучам им не интересно это, они говорят, я тебе чем помогу, то есть ты сам себе можешь помочь. И вот изучая психологию человека, психологию именно вот родителей, отношений, там супруга, партнерские отношения, деньги, там секс и так далее, я понимала, что же не так со мной, то есть где мои оплошности и много что ушло именно в сторону отца, то есть что вот здесь было полное непринятие, был отказ, и в конечном итоге я вот все это раскапывала, раскапывала, и каждый раз выходила новой версией, новой версией себя, и вот где-то три года назад уже стало все лучше, мы вот с мужем сошли сразу, как раз последний тренинг я прошла, пятидневный, и я прям вышла оттуда, у меня глаза даже были. Нет, давайте подождите, вы к мужу, про мужа еще поговорим, давайте вернемся к разговору с мамой, то есть мама, мне кажется, она не хотела, да? Вот как будто бы она вот не хотела, чтобы вы с ним познакомились? Ну, наверное, нет, все-таки я бы не сказала, что не хотела, ну я не буду говорить за нее, что она хотела, не хотела, честно, я не знаю, но как будто она нас оберегала от этого, потому что мало ли кто там, опять же, да, ведь столько лет прошло, ну 25 лет, неизвестно, что с ним случилось за этот срок, поэтому мама переживала, вдруг он нам сердце опять разобьет, вдруг опять увидит и скажет нет, или пропадет, ну или еще что-то, да? Она не хотела, чтобы вам было снова больно? Да, да. Она знала, что вы нашли номер телефона и будете звонить? Нет, нет, она знала, что мы ищем, нет, она знала, что мы ищем, потому что уже я сказала об этом, что вот я ищу, и еще мы сидели как раз вместе, прикалывались, я говорю, может, жди меня подать? Она говорит, а что ты так сильно найти хочешь? Я говорю, ну, хочу, мам. Она говорит, ну, ладно, найдешь, посмотрим. И что самое удивительное, да, вы все это время жили в одном городе и нашли его за два дня. Да. То есть это было, на самом деле, очень легко. Это было легко, да, за два дня найти было легко, ну, кто еще тот найдет. Ну, вы знали фамилию, имя, да, у вас и имя, и фамилия, у вас же были данные. Да, у меня были данные. Вот у меня, кстати, очень часто в Direct пишут, что вот как найти, и говорят, что у них нет данных. Я, как бы, ну, ничем не могу помочь, потому что у меня было легче. У меня были данные, и, в принципе, на сегодняшний день через данные найти несложно. То есть там и адрес можно найти, и номер. Вот у меня и адрес, и номер вышел. Но я знаю, что в ваших поисках супруг вам очень помог. Да. В Instagram, в вашем профиле я видела, как вы ездили, как он ходил. Такой молодец, да, он прям искренне, видно было, что он прям искренне хотел помочь вам. Да. Ну, у нас вообще очень искренние отношения, мы всегда друг за другом сопереживаем. И когда он увидел, что я действительно хочу найти отца, он взялся плотно за это дело, так сказать. И вот все ему потребовалось там пару дней. И мы начали сразу искать. Вот где-то на вторые сутки уже мы вот поехали в один адрес, другой адрес. И он сам ходил искал, там заглядывал, стучался в дома. Вот. И даже когда номер мы нашли, он сам позвонил. Первый? Да. Он позвонил первый. И хотел сказать, что вот вам доставка, скажите ваш адрес, я привезу. Но отец ему грубо ответил, что я ничего не заказывал. И как бы ты кто такой вообще? Кто посылку отправил? И муж немножко так напрёкся, то есть он не умеет врать, поэтому он не знал, что сказать. Он такой, давайте я вам сейчас перезвонил. И трубку бросил. И вот. И он говорит, наверное, тебе самой нужно позвонить. А я немножко переживала, то есть, но собралась. И вот как раз в этот же момент, буквально там через 3-4 минуты мы позвонили брату. А нет, брат позвонил Андрею, ну то есть моему мужу. Моего брата зовут Рустам. И Рустам разговаривал с Андреем. Мы как раз все знали, мама Рустам, знали, что мы ищем. И Рустам говорит, ну что, на этом адресе есть? То есть мы уже днем выехали на другой адрес. И там тоже, а, мы по центру. То есть мы ехали на этот адрес и номер вышел. То есть нам вот так получилось, что мы нашли номер в этот момент. И получается Рустам вот звонит на видеозвонок. И он говорит, вот сейчас будем звонить. И Рустам, ну брат остался так на видеозвонке. Там видно в ролике, что в конце на брата камера идет. И все. И вот так вот мы вместе, в общем, позвонили. То есть Рустам присутствовал, да, в это время, когда вы звонили к папе? Ну, можно сказать так. То есть он не... То есть ваш муж сидел в машине? Да. Это все же в машине происходило? Да. Сидел в машине ваш муж, Рустам на видеозвонке, брат. Да. И вы записывали вот это видео? Да. Да. Я записывала для мамы, потому что только ее не хватало там. То есть и я хотела, чтобы она с первых уст и вообще все это слышала. Репетировали речь? Да. Ну, нет, я не то, чтобы речь репетировала. Я думала, как сказать. У нас даже тоже есть видео, как я ездила, снимала. Я хотела, как знаете, ну что-то такое документальное для себя. Просто запечатлеть вот все это как мышь. Потому что было очень волнительно. И, в целом, я не знала, как обернется эта история. Но и, как оказалось, не зря все это снималось. Потому что обернулось очень глобально, да, на 7 миллионов. Поэтому я снимала. И как раз есть момент, где я говорю, что мне ему сказать? И муж говорит, а ты сама как думаешь? Ну, скажи привет, это я, там, Лейла. И я вот думала, думала. И как бы представила себе такой момент, что да, я говорю, «Здравствуйте, это Лейла». И хотела, ну, вот, с вами встретиться. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Димурат? Да, Димурат. Да я хотела встретиться с вами. Это кто? Меня зовут Лейла. И? Ну, вот, хотела бы увидеться. Лейла вас зовут? Лейла, да. Ага. Лейла. Знакома? Мою дочку звали Лейла. Так и зовут. Да. Алло. Да. Ты где доча? В Алма-Ате. Я тоже в Алма-Ате. Ваш голос дрожал. Видно было, что вы очень переживаете. Но при этом вы умеете тебя держать, да? Ну, да. Потому что я владею бизнесами, там, 9 лет. И, то есть, ну, я не даю себе слабину. Но это, конечно, я не смогла, там, ни слезы сдержать, ничего. В конце уже расплакалась. А так, да, ну, приходится. Что вас тронуло больше всего? Ну, доча, конечно. Когда услышала такие слова, что... Доча, когда он просто сказал... Ну, вообще, мне было приятно, что мое имя вспомнил. Потому что здесь же я даже ничего не говорила. Я просто сказала, это Лейла. Тебе как бы что-то... Вам что-то говорит мое имя. И он замолчал, и все. У меня слезы сразу пошли. Но я хотела это услышать, действительно. Потому что... А он хотел этого звонка, как думаете? Думаю, да. Мне кажется, что... Я верю в то, что вообще в жизни каждого человека происходит ситуация, которую они сами, на самом деле, себе тоже где-то завизуализировали, представили. И я думаю, что наверняка ваш отец тоже много лет ждал этого звонка. Да, наверное. Ведь как бы у мужчин, знаете, есть такие вот обстоятельства, что они всегда хотят прийти там, не знаю, с кучей денег, с каким-то... То есть быть очень таким приоритетом. И вот сказать, да что, вот, смотри. Они же женщине хотят доказать. А при этом страдают дети. То есть если бы, допустим, он появился много лет назад без ничего, мы бы так же были бы рады этому. Но всегда мужчина не может вернуться там вниз с опущенной головой. Поэтому... Ну, я себе поставила не то, чтобы это причиной. Здесь нет никаких причин, чтобы увидеть там своего ребенка. Я просто приняла это как факт. Ну, это был его выбор, и все. Я должна, ну, уважать его выбор, с ним свыкнуться, и все. Я свыклась еще, вот, говорю, года три назад, когда я подумала об этом, и я поняла, что... Ну, не искали меня. Ну, все. Как бы... То, что ваш отец вас не искал, да, все это время, может какая-то причина оправдать это? Ну, я думаю, что нет. Как бы... Вот у меня есть дети, да, например, и я отвечу за себя. Я не могу, как бы, ответить за него, да. Наверное, у него есть причины, раз все-таки он там не появился, но я бы не нашла ни одну причину, чтобы не вернуться к своим детям. То есть, что бы ни было, да. И... Но... Я понимаю, что... Вот опять же, да, когда у человека проблемы, одна за другой, одна за другой, а оно вот перерастает в года. Ты как-то вот незаметна, а потом уже и все, и думаешь, а нафиг я им нужен? Ну, типа, время прошло, наверное, уже и не стоит возвращаться, рушить. Ну, то есть, я думаю, что мысли-то были. Нет-нет. Но он же сразу узнал ваш голос. И сразу понял, что это вы. Да. Мне кажется, что, ну, не знаю, я думаю, что, ну, невозможно. Я не знаю, каким нужно быть человеком, чтобы просто выкинуть из головы, что где-то растет твоя кровинушка. Да. Ну, он очень тепло сразу отнесся. Когда мы встретились, он прям сразу меня обнял и плакал сильно, и просил прощения. То есть... Ну, я была готова к тому, что так не случится. То есть мне хотелось просто услышать его, хотя бы знать, что он жив, если получится, увидится. Я говорю, вот я как-то приняла, потому что родители нам по факту они не должны, они не обязаны смотреть за нами, там, я не знаю, любить нас, кормить. Ну, вот ты родился, и уже благодаря кому? Но только благодаря ведь папе и маме. Если бы они бы тебя не сделали и не родили, то есть на этот свет, да, тебя бы не было. Поэтому какие могут быть обиды к этому человеку? Только благодаря ему и Всевышнему ты здесь есть. Поэтому я вот это проработала и поняла, что у меня нет обид к папе. Ну, действительно. Но, конечно, когда что-то такое вспоминаешь, внутри очень сильно ёкает. И при встрече он плакал, и как бы... Ну, я не ожидала, что прям так сильно тепло он отнесётся, потому что я готовилась к худшему. У меня же было много историй, когда я уже сама проводила разные сессии для своих учеников, именно по проработке родителей, и очень много было историй, что родители не приняли. То есть, допустим, кто-то из студентов звонит своему там папе, а он говорит, я занят. Ваш отец сразу сказал, скажи, любое время я готов встретиться. Вы встретились на следующий день, да? Да. Нет, мы в этот день встретились. А, в этот день? Да. Волнительно было? Да, волнительно. Я прям с машины не могла выйти. Мы уже подъехали к кафе, и я не знала, выходить или нет, и всё, у меня началась тряска. То есть, вот ехали как-то, я просто думала, думала, а уже когда прям подъехали, у меня руки тряслись. И муж вышел, у меня дверь открывает, говорит, выходи. Я говорю, нет, подожди, нет, подожди. И в итоге, он говорит, да они здесь уже. И получается... А, они с братом уже вас ждали, да? И он говорит, они уже здесь, как бы, давай, выходи. И я такая потихоньку вышла, и меня сразу обнял. Вот. И брат... Они оба уже были заплаканы. То есть, получается, он с братом встретился где-то на минут 30-40 раньше. И я чуть позже подъехала. Брат, расскажите про брата, потому что мужчины вообще, как бы, стараются, да, эту тему не трогать. Это вы, как женщина, ну, эмоционально могли переживать, да? Мужчины, ну, редко работают, да, над этой темой. То есть, ну, нет отца, и нет отца. То есть, и где-то, ну, глубине души, я думаю, что... Вот расскажите, как брат ваш... У нас на самом деле у обоих так было. Ну, нет отца и нет отца. То есть, я прорабатывать это начала, ну, вот, 5-6 лет назад что-то такое пошло к этому, вот, потихоньку, да, и вот 3 года назад окончательно уже и начала все это делать. И вот так случилось. А до этого момента, то есть, где-то до 20 лет, все, у нас было полное отрицание, что у меня, что у брата. Когда меня спрашивали, где папа, я говорила, нету. И мне говорят, ой, извини. Ну, то есть, думали, что умер, там, или что-то, извини. Я говорю, нет, все нормально. То есть, я еще их успокаивала, что все нормально, мне не больно. То есть, я сразу прям так, все классно. Это была такая защита. У брата тоже было так. То есть, мы вот вдвоем полностью отрицали, что он есть. Мы оба сменили фамилии. Но он отчество не убрал, по-моему. Он сменил тоже нацию, национальность. Вот. Но брат у нас очень чувствительный. То есть, он такой добрый, мягкий. И, наоборот, когда они встретились, он, я не знаю, наверное, часа три не замолкал. Он ему всю жизнь рассказывал. И плакал. Каждые, наверное, вот минут 15 у него слезы шли. То есть, для вашего брата эта встреча, она была намного важнее и ценнее, да? Ну, для меня, конечно, это тоже ценно. Просто я по-своему переживаю. Ну, каждый человек, у вас он разный. И я по-другому, допустим, это переживаю. Я рада, я счастлива, да? Но у меня нет такого, что вот все, вот папочка, пожалуйста, ты будь вот... Ну, то есть, я не вцепилась в него, потому что у меня все нормально. Как бы, да? Я не скажу, что у брата плохо, все у него тоже хорошо. Но, видимо, он всю жизнь этого хотел. Именно этого. Я просто хотела знать, что у меня есть папа. То есть, мне важно, что вот он есть. Но сейчас, допустим, я не прилипла к нему. Вот, ну, мы общаемся, все нормально. Ну, вот сейчас, как часто вы к нему звоните? Он обычно сам звонит. Каждые 2-3 дня он сам звонит. Вы его называете папой? Да. Ну, вот спустя, где-то на третий звонок, когда он мне позвонил, я говорю, «Алло». Я всегда просто говорю, «Алло», и как-то разговор идет. Первые 2 раза разговор был короткий, поэтому особо, ну, в голове стоит вот слово «папа», но я не смогла произнести сразу. И на третий раз я уже подготовилась. Ну, потому что я понимала, что я же должна его назвать. Было тяжело, потому что я называла папой не только его. Для меня это такое слово, очень, которое я хотела, назвать всегда. И поэтому я тетиного мужа называла папой в детстве. И даже уже, будучи постарше, я его так называла. Потом, кого еще? Ну, вот, когда замуж вышла, я, допустим, мужа маме не сразу сказала «мама», а папе прям побежала. То есть, «Папа, здравствуйте!» «Папа, это!» То есть, мне хотелось, ну, просто, чтобы был папой. Я, видимо, даже сама этого не осознавала тогда. И как раз таки у меня еще были там на мужа отца обиды, что вот там, почему меня так сильно не любят, а я-то не его дочка. И вот оказалось, это все у меня, когда я узнала, что у меня есть свой папа, ну, то есть, он у меня всегда был. И когда я вот это все приняла, что у меня есть свой папа, все, у меня обиды закончились вообще на всех. То есть, у меня есть свой папа, А обиды на мужа были, обиды на его папу были, хотя эти обиды не были именно целенаправлены к ним. Каждой девочке нужен папа, если она выросла без отца. Обязательно, да. То есть она должна найти его? Нет, ну он ведь может быть... Или все-таки отец должен найти свою дочь? Потому что это история не только нашей страны, это во всем мире. Во всем мире. Годы существуют, и мужчины уходят, иногда уходят до брака, вне брака, после брака, да, и спустя 10 лет, и спустя год, и во время беременности. Каждому нужно принять, потому что ведь у многих их нет в живых, допустим, да, кто-то уже умер, или же они так и не смогут встретиться по каким-то причинам, может, он в другой стране. И здесь важно именно принятие, не обязательно его видеть, важно принять, что он не бросил тебя. Потому что пока ты считаешь себя брошенным, ты будешь это все нести в свою жизнь. То есть у тебя и с мужем будут такие отношения, что ты будешь за него цепляться, и вот каждый раз бояться, что он вот вышел во двор, там, или просто за дверь, и все тебя просто трясет. Это вот происходит именно оттуда, то есть именно с детства, когда женщины начинают своего мужа вот так вот душить, это потому что либо там нехватка отцовской любви, либо его вообще не было отца, как бы, либо она просто проектирует отношения мамы и папы, потому что не знает, как, в принципе, нужно, что это такое. Потому что семья, она строится на том, что они видели, то есть то, что мы видим в детстве, кажется, что это правильно. Ну вот так выглядит семья, а на самом деле свою ты строишь уже сам, и правила внутри устанавливаются между только тобой и только мужем. Как простить отца? Вот вы же прошли этот путь, и вы перед встречей успели его простить, да? Нет. Нет? Вот важный момент, мы не имеем права прощать родителей, потому что мы по иерархии ниже, чем они. И вот очень много ошибок у психологов как раз-таки, кто говорит, что нужно простить родителей. И вот почему не получается? Почему он вот ходит, вроде бы пытается, пытается, а здесь легче не становится и так далее, потому что так не получится, то есть нам сверху подсвечивает, ты кто такой, чтобы ты прощала родителей, он тебя создал. И здесь так это не работает. То есть если мы хотим простить его, мы как будто бы встаем выше его головы. То есть мы что, боги? То есть место бога занято, и мы не можем пытаться простить отца. То есть это невозможно. И я пыталась его простить. Первые мои как раз-таки 5-6 лет назад трансформации меня учили прощать. Ничего не получилось. Как вы пробовали это? Прописывали? Да. Да, мы прописывали. Делали какие-то ритуалы, что вы делали? Ну не ритуалы, мы прописывали, да, что вот я тебя прощаю, мы это проговаривали, а мне как-то легче не становилось. То есть вроде бы я говорю, я тебя прощаю, я тебя прощаю, а его не за что прощать. И вот сейчас, допустим, когда я это проговариваю, что его не за что прощать, мне нормально. Но к этому тоже прийти надо, потому что когда сильная обида, и вот кому, кто приходит ко мне за помощью, если я это начинаю говорить, они первое время не могут понять, как это так. Ну как не простить? Хорошо, не прощать, а принять? Принять. Именно принять нужно. Принять ситуацию, что у него были такие обстоятельства, при которых ему пришлось уйти? Да, да. Или принять правду, что да, он тебя бросил, потому что посчитал, что у него другая жизнь? Сложно, но только так можно жить полноценно. То есть только так все будет хорошо. Потому что пока мы не принимаем этого, мы постоянно ищем вот эти отговорки, да, почему у меня там что-то сложное и так далее. Потому что у нас всегда есть причина. Нас ведь бросили. То есть это во всех аспектах жизни проявляется. То есть этот аргумент вы всегда использовали? Ну, не вслух. И мы его и в принципе и себе-то не произносим, но есть причина всегда, что как бы... Пожалеть себя. Да, например, даже где-то что-то не так себя ведешь и можешь сказать, что это все из детской травмы. Семейный терапевт Терри Гаспар написала книгу «Дочери развода», где она брала интервью у женщин, которые выросли без любящих отцов. И вот в своей книге она пишет «Жизнь девочек, выросших с равнодушным к ним отцом, и тех, кто рос без отца, часто складывается похоже. Строить личную жизнь им трудно, но трудно не значит невозможно». Я знаю разные истории, где девочка выросла в благополучной семье, где были бабушки, дедушки, папа, мама, братья, сестры. Но личная жизнь не сложилась, да. И наоборот, я знаю истории, когда ребенок вырос в неполноценной семье, и наоборот, у него очень много детей, и он переживает за каждого своего ребенка. То есть я все-таки придерживаюсь, ну это мое мнение, да, что абсолютно не зависит от того, в какой ты семье вырос, потому что я смотрю на вас, вижу, что вы вышли замуж в 18 лет. Да, вы расходились с супругом, но откуда-то у вас и мудрость в таком возрасте молодом, да, и любовь, я думаю, да, она вас снова воссоединила. Расскажите про вашего мужа, вот как он вообще все это время переживал вот эти ваши трансформации, да, и вплоть до того, что, ну, сейчас его жена становится медийной, да, то есть это ведь тоже нужно быть к этому готовой. Когда мы поженились, у нас была очень сильная любовь, потому что мы с самого детства знакомы, и, то есть она и сейчас есть, именно вот тогда просто была еще такая детская любовь, что друг на друга прямо такими глазами смотрели, что вот что бы ты ни сделал, я тебя люблю, и даже такие слова были, что вот все, делай что хочешь, там, я всегда тебя буду любить, там, ну, то есть вот такие клятвы друг другу, да, очень все это так было по-детски, и сейчас, в принципе, мы так же друг друга любим, вот что интересно, у нас до сих пор вот мы так на друг друга смотрим, и даже если у него что-то случается, у меня что-то случается, в конечном итоге мы, если даже поспорим как-то дома, поругаемся, то в этот же день подходим, и у нас все такие глаза, то есть вот я тебя люблю, все, мы все со всем справимся, вот так вот как бы за ручку держимся. Но были острые моменты, были острые периоды, что мы не справились, потому что как раз-таки именно у него начались проблемы, и, допустим, я начала помогать зачем-то, это неправильно, то есть помогать немного иначе нужно было, а я начала брать ситуацию в свои руки, там, вот, то есть, да, как бы идти вперед него, это все не нужно было, а он еще такой мужчина, да, в принципе, каждый мужчина, он альфа-самец, и ему нужно, чтобы здесь даже дело не в том, что вот так молчать, женщина, там, я сказала, да, а дело в том, что не подавлять его эго, да, не всем мужикам нужно стучать там по столу, да, и говорить, ты так одевайся, ты так не одевайся, но каждому мужчине нужно чувствовать себя мужчиной, и я это одно время не понимала, потому что, опять же, я росла без папы, и мама у нас всегда была такая вот женщина, хотя она очень такая добрая, нежная, женственная, но при этом сильная, то есть в ней такой стержень был всегда, и у нее и мужская, и женская энергия, и поэтому у меня больше преобладала одно время мужская энергия, и, ну, это ведь хорошо в бизнесе, да, но не в доме, и когда я это поняла, мы вот смогли наладить контакт, что все-таки где-то на работе ты можешь вот так ходить, а дома уже нужно быть немножко мягче. Ну, я вот изучила ваш инстаграм, у вас там просто ваша автобиография, начиная с того, что вот как вы поженились, ребенок первый, второй, затем вы пишете про развод, и, честно говоря, я немного испугалась, я думаю, так, это что, не первый ее муж? Да. Потом, как проходит какое-то время, вы пишете, мы снова вместе, то есть ничего не удаляли, да, то есть абсолютно все очень так прозрачно, прозрачно, да. И вот ваша история, да, какой период времени вы были друг без друга? Полтора года. Ну, это достаточно большой срок. За полтора года он мог жениться? Мог, но не женился. А вы что делали полтора года? Ну, я и работала, как бы, и вот прокачивалась, я ходила на всякие всевозможные, вот, кстати, вот за эти полтора года я прошла только, наверное, 7 курсов личностного роста, то есть там практически каждые 3 месяца я что-то изучала, и каждый раз я приходила к тому, что у меня замечательный муж. То есть, и самый последний тренинг, он очень сильно повлиял, то есть я всегда училась психологии человека, поэтому сейчас я коуч, да. И тогда вот на последнем тренинге, получается, была картина, то есть визуализация, которую я уже ранее проходила, но именно в этот момент нужно было там повернуться, в общем, в дом своей мечты и так далее, и посмотреть, кто с тобой рядом лежит. И хотя все полтора года мы вообще не общались, то есть мы прям разговаривали на матах, то есть там, иди ты, иди ты, там, и так далее, да. Здесь я просто закрываю глаза и вижу, что он рядом. Ну, то есть вот что бы ни было, он рядом. И я понимаю, что он... Я села дома, выписала качества, плюсы и минусы. И такая, такая корова нужна самому. Да, он и мне нужен. Вы позвонили первой? Нет, нет, нет. Я хоть это и поняла, но, естественно, я не звонила. Дождались? Он сделал первый шаг сам? На самом деле он делал шаги, которые я не замечала. То есть я болела, когда мне присылал он цветы, там, детям что-то присылал, и часто звал нас вместе гулять. Например, он говорит, я пойду с ними в парк. Ты поедешь? Я говорю, я зачем поеду? Я не поеду, ну, как бы, потому что мы же уже не вместе. Я говорю, ты езжай сам с ними. Вот, а хотя это и были шаги, но просто он ни разу не пришел, он сказал, давай поговорим. То есть вот давай поговорим, там, у меня есть к тебе чувства, или там, я тебя люблю. Ну, то есть ничего такого не было. Он все-таки горный. То есть в вашей парадигме он должен был прийти, мне сказать, Лейла, возвращайся, да? То есть вот эти вещи вы не замечали. Сколько вам сейчас лет? 27, 28. 27. Откуда столько мудрости? Это все тренинги личностного роста, или какая-то вот такая житейская мудрость? Житейская, потому что и 10 лет брака, и трое детей. То есть, ну, дети, они с каждым разом все-таки приумножают твою мудрость. А вот когда вы принимали решение о разводе, вы же сами ребенок развода, вы понимали, что, ну, ваши дети тоже будут расти без отца. Это не было триггером для вас? Было, я вот и поэтому не хотела. То есть одно время прям очень сильно себя сдерживала много лет. То есть 7 лет мы прожили, и вот 7 лет я, ну, не то, что все 7 лет я сдерживала, но в острые моменты я себя останавливала. То есть нельзя, там, раньше времени не уходи, спокойно сиди, жди. Но именно вот в 7 лет был очень критичный момент, когда вообще было полное непонимание, то есть там не нужно было переждать неделю, нисколько, вот просто мы не разговаривали. И так было полгода, ну, где-то 3-4 месяца точно. В целом полгода очень сложно. И вот 3-4 месяца мы спали в разных комнатах. То есть он спал в зале, я спала в спальне. И мы разговаривали только по поводу детей, кто кого заберет и накормит там и так далее. Мы не общались, если только общались, то как раз был кризис, там, ему было тяжело, он там влез, долги. Мне приходилось эти долги гостить, я молча, допустим, это делала, он эти долги гостил. То есть, ну, вот мы вместе все вот целенаправленно помогали, конечно. Это был кризис? Это был кризис, да, с которым мы эмоционально не справились. Здесь даже дело было, вопрос не в деньгах, потому что мы-то справились. И самое интересное, что мы все выплатили, то есть, ну, большую часть выплатил он, и я просто помогала. Но мне было тяжело, что я помогаю, и у меня начались какие-то претензии, что почему я свои деньги как бы туда... А меня вообще никто не просил. Ну, типа, меня реально никто не просил. Он мне не пришел, он сказал, помоги мне. Я сама так решила, что я буду помогать. И сейчас я понимаю, что я совершила ошибку. И даже если бы я помогала, мне не нужно было вот сидеть и думать, а почему я помогаю? Ну, потому что это твой муж, то есть, у вас одна семья. Сейчас я это нормально воспринимаю, и мы все проблемы все вот как-то вместе решаем. А тогда вот именно тот период, он был тяжелым. И эмоционально то, что... Мне казалось, вот я же еще и помогаю, а ты еще и мне спасибо не говоришь. А он не ему самому плохо. То есть, у него самого депрессия там, и он сам не хочет, чтобы я помогала. И он, допустим, и сказать этого не может. И как-то, в общем, все было тяжело, что мы... Все закончилось разводом. Да, легче было не разговаривать. Возвращаясь к теме отца. Многие женщины после развода целенаправленно сами запрещают мужьям бывшим общаться с детьми. Да, это ошибка. Ну, то есть, это опять-таки эмоция, да, это протест, это месть. И все это такой вот коктейль. Ну, как бы женщина, наверное, в силу молодости не задумывается о том, чем это обернется завтра, уже в таком более зрелом возрасте. Что вы скажете этим женщинам? Даже хотелось бы какое-то обращение сказать, что вот я ребенок, которого... Ну, бросили. Я сейчас так не считаю, но в любом случае я выросла без отца. И если бы еще мама мне говорила, что он плохой, он такой, он сякой, я вас вырастила, он никто, пошел он и так далее, я бы не знаю, что со мной было, вот честно. И мне хватило и так, что его в принципе нету. И мама всегда говорила... Ну, то есть, мы особо не разговаривали о нем, но мама плохо никогда не отзывалась. И если бы еще тебе там запрещали что-то, и если бы я узнала, что она ему запрещает с нами общаться, я не знаю, что со мной было, честно. И так-то тяжело. И так-то как бы... А если так... Ну, то есть, просто посмотрите, что я перед вами сейчас, да, уже взрослая женщина, но в моменте, когда тема зашла именно об этом, я маленький ребенок. Представьте, что вашей дочке, вашему сыну, ну, не стоит так делать, потому что все-таки это папа. Какой бы он ни был, это папа. И только нам уже потом решать, будем мы общаться, не будем, не нужно запрещать. Я знаю, да, мне вот как раз-таки много писем поступало от мужчин, и, знаете, еще от очень таких солидных мужчин, которые там депутатами, ну, как бы работают, да. Они писали, что вот жена ни в какую, как бы, да, запрещает общаться. А есть такие истории, где, наоборот, мужья забирают насильно своих детей, и жен, как бы там, да. Но зачем? Страдают дети? Конечно, зачем? А что вы скажете отцам, которые смотрят сейчас это интервью и знают, что где-то на этой земле растет его ребенок? Ему уже 15, 20, 30, 40, возможно, 50 лет. Что они должны знать? Они должны знать, что дети их всегда ждут. Есть у вас деньги, нет у вас денег, есть у вас статус, нет статуса. Это не важно. Действительно, это не важно. Просто придите к своему ребенку, и достаточно его обнять, поцеловать и сказать, я у тебя есть. Вот я твой папа, у тебя есть папа. Вот просто даже осознание того, что сейчас, осознание того, что у меня есть папа, мне этого достаточно для того, чтобы свернуть горы. У меня появились силы. Если где-то у меня было одно крыло в виде мамы, то сейчас у меня два крыла. Это действительно, папа и мама, это наши крылья. И ты когда с одним крылом, ты можешь летать. Ты идешь по жизни, да, как бы не упадешь. Но тяжело. А когда два крыла, ты прям порхаешь, и все прекрасно. Ваш отец, возможно, тоже не искал встречи с вами, потому что, может быть, у него не было таких средств, да? Возможно. И вот вы познакомили уже со своими детьми? Да, познакомили. У меня дети вообще, знаете, такие, они очень... Свободные, я видела. Свободные. Особенно доча. Да. Кстати, ее видео тоже на 7 миллионов залетело в ТикТоке. Они просто прибежали, сели на коленки, говорят, деда, привет. Просто как будто не видели там пару лет, и все. То есть у них не было шока. Им повезло больше, да? Да. Что у них теперь два дедушки, два дедушки и бабушки. Да, это здорово. Ваша мама встречалась с вашим отцом? Да, потому что у тети была стройка, ресторан. И там, в общем, заканчивали ремонтные работы, но плохо. Все сделали не очень. И как раз, когда мы встретились, мы узнали, что отец сейчас занимается строительством, у него есть бригады. И вот брат мой, он звонил всем подряд на видео родственникам, прям там в кафе. Он позвонил вот тете, маминой родной сестре, потом другой тете. У мамы 6 родных сестер. И он всем, ну не всем, но троим позвонил, кто с ним близко общался. Вот, посмотрите, это папа, это папа. Все такие, Дима, привет. И в целом, они поговорили немножко, и тетя сразу на следующий день говорит, можешь мне помочь? Ну, то есть, здесь стройка, вот так-то, так-то. Он говорит, конечно. И он поехал, там за Талдыгурганом они живут, и рядом. И там, получается, он туда приехал, и там мама. Мама сейчас там проживает, и, в общем, они встретились. Спустя? Ну, тоже. 30 лет? Да. И как ваша мама? Что сказала мама? Ничего. Они где-то, наверное, месяц не разговаривали, ну, то есть, просто привет-привет, и все. И единственное, мама там привозила рабочим кушать, и, получается, видела папу. Вот. Он, как главный, там подходил, что-то спрашивал, какие-то моменты по работе, и все. Больше они не разговаривали. И вот недавно я слышала, что у них был разговор, но, опять же, я сейчас понимаю, что я не в праве лезть, и вот, а что он сказал, а она что сказала, то есть, ну, я так не делаю. Если человек захочет, он поделится. И я просто, папа захотел поделиться, он сказал, мы с твоей мамой разговаривали, и мы плакали. Мама не захотела поделиться, то есть, она про это мне не говорила. Когда два взрослых человека принимают решение о разводе, ну, дети не участвуют, да, в этом процессе у детей не спрашивают. Когда дети вырастают, становятся взрослыми, они в праве делать то, что хотят делать. И вы своим поступком показали, да, что вы захотели найти отца, вы его нашли, вы его встретили, и вы успокоились. Мне кажется, что прежде всего успокаивается душа. Да, она прям затягивается, дырка, вот она прям затягивается сто процентов. Я перед нашей встречей позвонила к своему другу Марку Эфроимову, он известный психолог, психотерапевт, и спросила его, какая связь между отцом и деньгами, потому что у вас в инстаграм, я, ну, вот вижу, да, что вы говорите, вот после встречи с отцом у меня пошли дела, я начала зарабатывать больше. И он мне сказал такую фразу, что отец дает безопасность, безопасность дает человеку самоценность. Самоценность это то, что, давайте я даже прочитаю, да, отец дает безопасность, безопасность дает самоценность, самоценность дает ценность в глазах других людей, и люди за это платят. То есть отец дает, видимо, опору. Да, ты когда чувствуешь это, то есть вот опять же, да, это вот как крыло, его нету, а тут оно раз и выросло. То есть вот представьте, я с одним крылом-то нормально шла, как бы двигалась, все хорошо, там бизнес устроила, там вела сессии, много учеников у меня, а тут у меня второе крыло появилось. У меня увеличилась эта сила во много раз, и я почувствовала себя просто... Полноценной? Полноценной, да, прям полноценной, и меня вот не остановить, как будто, знаете, все. Если до этого что-то, какие-то там предложения, сидишь, думаешь, блин, наверное, нет. Ну, как-то стесняешься, как-то думаешь, недостаточно хорош для этого. А сейчас нет такого. То есть вот все, как бы все дороги открыты, и ты просто идешь, выбираешь, хочешь сюда, хочешь сюда. Видео, которое вы опубликовали, которое набрало огромное количество просмотров, многие восприняли как хайп. Да. Мне прям часто пишут, что вот, зачем это показываешь, там, что за показуха, как бы, хайпуешь. А, еще читала такое, что слезы, плохо играешь. Ну, как бы, что я не умею плакать на камеру. Ну, это странно. Я честно могу сказать, что это однозначно хайп, потому что слово хайп, это когда ты просто, твое видео залетело, так сказать, в реки. Завирусилось. Да. Это хайп. Ну, то есть, если по фактам брать, это хайп, но не плохой. То есть, но это не кино. Вот, что я хотела сказать. То есть, кино, если бы, допустим, писали это кино, это не кино, да. А если хайп, ну, да, так и получилось, что оно хайпануло. Но когда вы снимали это видео, вы же снимали его не для того, чтобы публиковать. Нет. Ну, я вообще не имела представления, то есть, у меня не было цели, что пусть наберет миллион просмотров, там, да, как бы, пожалуйста. Нет, у меня такого вообще не было. Дело в том, что я показала маме это видео, мама показала родственникам. То есть, у нас, мы с родственниками, мы очень все так близко, тесно общаемся, там, постоянно в гости друг к другу ходим. И мама отправила своим сестрам, они своим детям, дети, ну, то есть, мои братья двоюродные. Оно же, в общем, в WhatsApp завирусилось, есть же чаты именно семейные. То есть, мне все давай звонить, все давай плакать. И говорят, Лейла, ты такая молодец, ну, как ты так смогла? А видео, оно, вот как было, то есть, я его даже не резала, ничего. Вот оно, прям, от самого начала до самого конца залито ровно так. То есть, там, нет никаких вырезанных фрагментов. Просто название тоже стригерило, что я написала звонок из прошлого. Я думаю, что в целом это масштабная глобальная проблема, когда в каждой второй семье есть, были разводы, есть вот этот вопрос, да, как жить дальше после развода, да, хотя и психологи говорят, и мы все читали, да, что дети вообще не виноваты, да, то есть, это взрослые решили разойтись, но дети должны оставаться и с папой, и с мамой, да, и никто не должен лишать своего ребенка отцовской любви, да, или там, материнской любви. Я думаю, что это в целом отозвалось, потому что дошло до сердца, дошло до сердца, и даже если ты никогда не испытывал подобных чувств, даже если у тебя есть папа, даже если у тебя есть папа, вообще тема отцов и детей, она всегда очень ранит. Сними любой фильм, где, не знаю, там отца, у отца отобрали ребенка, или там у мамы отобрали ребенка, все это обязательно слезы, и все драматурги об этом знают, но здесь настоящая реальная история, и здесь вот настоящая Лейла. Спасибо большое, что сами написали нам, что хотите дать интервью, но вот если вернуть Лейлу, скажем, год назад, вообще вы могли представить себе, что в вашей жизни будут происходить такие глобальные изменения? Ну, именно касаемо папы, нет, я не знала, что я его найду, потому что все-таки мне казалось, что его нету в живых, как-то это укоренилось в моем мнении, но то, что я буду там знаменитой, это да, то есть это я всегда видела, прям с самого детства, потому что у меня есть харизма, внешность, ум, как-то, ну, все данные для этого, и я их никогда в себе не отрицала, но я не шла на пролом к этому. Если бы год назад, я бы не смогла вам написать, потому что, как бы я верю, что я могу быть там и звездой, и так далее, но этого было мало, у меня была вера, но не было уверенности, так сказать, а сейчас у меня есть уверенность, то есть вот опять же, то, что вы читали, зачитывали, то есть появляется самоценность, и кажется, что да, ты крутой, ну, вот как-то, и я еще увидев его, я поняла, что многие, черты у меня от него, то есть он такой уверенный мужчина, ему 62 года, но он так разговаривает бодро, он прям так диктует, и вот как-то, не знаю, его вот манера, я в нем прям увидела себя.